МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 370 тысяч погибших жителей Литвы, около 200 тысяч уничтоженных евреев, а это 90% всего еврейского населения страны. В литовских лесах свыше 200 мест массовых убийств. Такова цена оккупации Литвы нацистами. Исторические документы уточняют. Погибли литовские евреи, в основном от рук литовских коллаборационистов, всего из литовских националистических формирований было создано 22 пронацистских батальона самообороны. Общая численность военнослужащих в этих батальонах достигала 13 тысяч. В 1944 году нацисты сделали попытку сформировать так называемый литовский местный отряд. Добровольцами в него записались от 20 до 30 тысяч человек. Силы отряда были направлены против советских и польских партизан. Просуществовало это формирование несколько месяцев и было ликвидировано из-за разногласий с немцами и поражений на фронте. Литовские коллаборанты оставили след и за пределами Литвы. Батальон литовской полиции под руководством Антаноса Импулявичуса сжег несколько десятков деревень в Беларуси, организовывал массовые убийства евреев. Антанос Импулявичус отправил на расстрел около 46 тысяч человек. Некоторые литовские батальоны действовали на территорию Украины. Их основной целью тоже было истребление евреев. О зверствах, особой жестокости литовских националистов вспоминали даже сами немцы. О садистских склонностях литовских и украинских коллаборационистов пишет также выживший в Холокост Владислав Шпильман в своем дневнике, который был экранизирован в известном оскароносном фильме Роман Аполланский «Пианист». Различные исследователи насчитывают от 1 до 4 тысяч литовцев, непосредственно участвовавших в Холокосте. Только в 41 году было убито 140 тысяч евреев Литвы. Однако официальные архивные данные о пособниках Гитлера до сих пор не обнародованы литовскими властями. В современной Прибалтике период нацистской оккупации многие историки пытаются интерпретировать как время утверждения независимости, освобождения от советского плена, а нацистские коллаборационисты выдвигаются на роль новых национальных героев. Неприглядные факты о военных преступлениях этих новых героев пытаются замалчивать. В начале 2020 года парламент Литвы предложил законопроект о снятии с Вильнюса ответственности за Холокост. Этот шаг вызвал волну критики по всему миру, в первую очередь в еврейских сообществах. При этом в День памяти жертв геноцида литовских евреев 23 сентября президент Литвы Гитанос Науседа упомянул про участие литовцев в Холокосте. «Мы отрицали, мы злились, мы пытались вести переговоры со своей совестью. Трудно было признать, что граждане нашего государства погибли и от рук литовцев». Несмотря на публичные заявления, власти Литвы параллельно участвуют в торжественных мероприятиях, посвященных памяти коллаборантов. Насколько это болезненный вопрос внутри, можно вспомнить по реакции литовского общества на выпуск в 2016 году книги «Свои» писательницы и журналистки Руты Ванагайта. Эта книга основывается на рассказах очевидцев и затрагивает в первую очередь тему уничтожения евреев руками литовцев. Публикация «Своих» вызвала скандал в обществе, в прокуратуру был направлен запрос против госпожи Ванагайта. Затем ее книги были изъяты из продажи. Главное обвинение общественности против писательницы – дискредитация героев Литвы. Писательница сообщила, что от нее отвернулись даже некоторые друзья и родственники. Впрочем, некоторые небольшие шаги в сторону борьбы с фальсификацией истории иногда делаются и на официальном уровне. Создание библиотеки Академии наук, снята мемориальная табличка Йонасу Нарейке, а аллея Казиса Шкирпы была переименована в аллею Триколора. Нарейка напрямую участвовал в уничтожении евреев, Шкирпа идейно поддерживал идею Холокоста. Однако переименование аллеи сопровождалось протестами, а новую табличку почитатели Нарейки пытались повесить на здание уже незаконно. О преступлениях Йонаса Нарейки рассказала миру его внучка Сильвия Фоти, которая проживает в США. Однако местные патриоты в Литве ей не поверили и обвинили журналистку в подыгрывании интересам России. На государственном уровне проблему сложного и болезненного прошлого пытаются решить, ставя знак равенства между нацизмом и коммунизмом. Центр по изучению геноцида и резистенции жителей Литвы, Институт истории Литвы, привычные для Прибалтики, Музеи сопротивления советской оккупации, все внимание пытаются перетянуть на проблему подневольного советского прошлого. Их работа – разоблачать советский режим, и вовсе не период нацистской оккупации. В итоге все попытки поднять тему литовского коллаборационизма, участие литовских военных в Холокосте, раскрытие бесчеловечных массовых преступлений вызывают в обществе расколы, обвинения в пропаганде и предательстве памяти. Но может ли память народа основываться на замалчивании и искажении фактов? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова